Ушу много не бывает. Еще несколько дней назад в Тюмени состоялись чемпионаты первенства города. Новая неделя, новые соревнования. На сей раз уже более статусные. Областной центр принял спортсменов Уральского федерального округа. Уральское Ушу движется столь же непрерывно, как его последователи в каждом своем выступлении. Путь к цели не просто тернист, но благодаря энтузиастам популярность единоборства, пусть и не столь быстро, как хотелось бы, но все равно растет. Красноречивее всего об этом говорят цифры. Значит, несколько лет назад чемпионаты первенства Уральского федерального округа проходило в небольшом количестве. Ну, в районе 90-100-120 человек. Сегодня в Тюмень приехали 223 спортсмена из пяти регионов нашего Уральского федерального округа. Для нас большая честь, что в Тюмени и Тюменской области оказано доверие Российской Федерации Ушу в части проведения данного мероприятия. Я хочу сказать, что это не случайно, потому что на протяжении последних пяти-шести лет в Тюмени и в Тюменском спорте произошла своего рода перезагрузка. На сегодня лидером Ушу в Уральском федеральном округе является Ханты-Мансийский автономный округ. Однако конкуренты постепенно наступают на пятки. В числе главных преследователей именно тюменцы. Если честно, Тюмень – это чуть ли не мой родной город уже получается, потому что мы уже на протяжении 12-13 лет работаем с Тюменем. И сборы проводим здесь постоянно, потому что я еще являюсь директором регионального отделения Уральского федерального округа. Поэтому первых впечатлений у меня уже давно нет. Все надежно. И вот как факт проведения здесь Урфо. И в принципе я могу сказать, что Тюмень готова для серьезных соревнований. Хозяева на чемпионате Урфо совсем не собирались отбывать роль статистов. Напротив, Тюмень постепенно начинает выдавать на поток хороших мастеров. Например, Давлец Айбаталов. В свои 12 победитель первенств мира и Европы. У меня была мечта вообще. Я хотел стать чемпионом мира. И уже в 11 лет у меня осуществилась эта мечта. Мой тренер говорил, что я стану в юниорах где-то, во взрослых. То есть он верил в меня, но не думал, что так рано. Ушу – это гармония не только с душой, но и телом. Едва ли не святая святых – разминочный зал. Выйдешь чуть-чуть не готовым – серьезно рискуешь. Восточное единоборство не прощает халатности. Очень травмоопасный вид спорта. Достаточно много травм можно получить. Как и от оружия, так и вообще от выполнения комплекса. Где-то растянуть, где-то подвернуть, где-то еще что-то. Что в первую очередь страдает? Какие мышцы суставы? Ну, вообще задняя поверхность бедра – это шпагаты. Также спина, ну, поясница. Все должно быть гибкое. Призеры и победители соревнований отправятся на всероссийские старты. А уже там будут разыграны путевки на чемпионаты Европы и мира. Год у мастеров УШУ ожидается напряженный.